Есть анекдот с советских времен. Человек в партию принимают и его, значит, тестируют. Вы курите? Ну, да. Гомор канал. Ради партии вы готовы просить? Прошу ради партии. Отметили, хорошо. Второй вопрос. Попиваете? Ну, как все, по праздникам. Ради партии? Прости. Хорошо. Да, брошу. Так, хорошо, хорошо, собеседование. А как у вас в личном плане? Вот вы общаетесь с женщинами? Бывают у вас там связи какие-то? Ну, случаются, ну, как у всех. Ради партии бросить? Прошу. Ради партии. Следний вопрос. Жизнь отдадите ради партии? Конечно, да. Зачем не такая жизнь? А, ну, в этом смысле, да. Ну, что, легко. Легко, да? Так вот, смысл-то в чем? Вот эти ограничения означают, что я не буду счастлив, люди думают. Я счастлив как? Когда приму какие-то интоксикации, там, шампанское, там, немножко водки на Новый год. И хорошо же, правда? Когда где-то украл, купил хорошую машину. Когда девушки вокруг красивые. Да, ну, какие-то наслаждения же есть. А ради чего жить-то, если вот это вот все ограничить? Получается, что это центр нашего существования. Животного большей части, да. Но не духовного. А вот я же это не чувствую. У меня нет этого вкуса. У меня нет этого счастья. И вот когда я почувствую это счастье выше этих вещей, тогда я скажу да. Вот только тогда я скажу да. Если я почувствую более высокий вкус, я, конечно, от низшего вкуса откажусь легко. Но я не чувствую. Плоть слаба. Дух, да, стремится. А плоть-то слаба. Я не могу этот вкус достать, как лисица и виноград эта басня. Но это возможно, если практиковать.